Жалко, забыл я этот магазин снять. Как он называется? Не помнил его? Нет. Аспенса, Астеза. Подожди, он далеко? Нет, в какой-то квартире. Может, если вы так вот любите, то... Вон там есть супермаркет, Астеза. А, видно? Сейчас я отсюда. Красный бутылок, да. Да, у меня, как всегда, этот фокус дебильный. Алтеза или Астеза? Вообще, ладно, не имеет значения. Находимся в городе Сан-Исидор. Сан-Исидор. Сан-Исидор, да. Сан-Исидор? Сан-Исидор. 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 Вот, сейчас закупились в этом магазине. Забили полностью рюкзаки. И, должен признаться, забили очень хорошо. Настолько хорошо, что идем с трудом. Я не знаю, был ли когда-нибудь у меня такой тяжелый рюкзак, потому что конкретно. Сейчас придем домой, я вам покажу все, что там есть и, естественно, расскажу о ценах. Если же так, для начала брать в трех словах о ценах в этом магазине, то они чуть-чуть, чуть-чуть, относительно чуть-чуть дороже, выше, чем в этих, чем в других магазинах. Но не во всем. Но не во всем, да? Не на всю продукцию. Не на всю продукцию. Вот. То есть, если так грубо говорить, обычные нормальные цены, которые здесь на Канарских островах. Правильно? Или нет? Да, средние, да. Средние, да. Средние цены. То есть, не высокие, не низкие, средние цены. Вот, сейчас наша задача, мы сюда шли где-то три километра. Сейчас наша задача вот здесь вот завернуть направо, в сторону нашей деревни. Деревня у нас называется Атого. Да, Атого. Атого, Итого, Атого. И будем сейчас идти вот эти три километра домой. Вот такая вот деревенская жетуха на Канарских островах проходит. Так, так как эту дорогу я, в принципе, уже в эту сторону снял, сейчас покажу вам обратную сторону немного, что здесь у нас как. Обратно идти, конечно, намного тяжелее, естественно, потому что продукты тяжелые. Одна только вода. Пятилитровый этот. Потому что воду... Тут, в принципе, можно пить воду. Точнее, не пить воду, а если ты чай завариваешь, можно из-под крана заваривать. Но пить воду здесь нельзя. Как сказал наш хозяин. Да, и сам я это давно уже понял из-за того, что какой-то запах стоит. Более того, я не только пить ее нельзя. Я ее обязательно, даже если чай делаем, то есть в чай только вот эту воду из магазина. Хотя он сказал, что из крана можно. Ну, просто какой-то привкус получается. У него вообще тут на островах своеобразный привкус воды. Она невкусная. Одно дело, если бы она была бы вкусная, как, допустим, в Стокгольме вода. Ты ее пьешь, она именно... Просто из-под крана холодную воду пьешь, она реально именно вкусная. Ее приятно пить. Вот. Здесь же с островами такой темы нет. Вода здесь невкусная, поэтому будем ее брать с магазина. Здесь, как обычно, скидки, скидки, ребахосы. Испания все в своем стиле. Погода чуть-чуть стала прохладнее, но эта прохлада теплая. Просто жара спала. Сейчас вот в куртке иду, уже в ней идти нормально. Жары, холода нет, но и жары нет. А до этого, когда мы шли сюда, было жарко, уже невозможно было идти. В куртке невоздушно было. И вот такая вот погода здесь стоит. И сейчас у нас февраль месяц. Примерная температура это 20-25 градусов туда-сюда. Али Ромодоро. Али Ромодоро. Али Ромодоро. этот городочек много дешевле чем санта-крус откуда мы сюда прибыли санта-крус побольше просто город реально большой этом острове тенериф остров называется сейчас нам надо правильно дорогу найти отсюда выход не заблудиться но по большому счету мы должны идти правильно дорога есть вот это одна и есть туда у океана которая то есть как по кругу она так можно там с океана зайти и вот так по кругу отсюда дальше сюда выйти и пойти на нашу деревню можно наоборот отсюда прийти из через океан или же просто как пришел так и вернуться сигналят сигналят а вот здесь еще оказывается магазин был какой-то тоже есть но это видать не такой большой тоже магазин если что будем знать вот вообще по этой главной улице было два магазина один как же называется супер дина да этот магазин назывался который внизу до супер дина был и вот этот который мы сейчас были ну да еще должно быть клавали дал потом они тогда получается где-то вообще там в другом месте на главной улице на крайне до лидл самый дешевый обычно магазин бывает лиды ну да чисто таки полуфабрикатом но еще лучше такой минус ты в основном вообще фрукты там дорогие там просто какие-то шоколадки может уж когда мы ходили в лидов где-то было португалий альбуфере да 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 он нам не вообще не показался дороже у вас дамбур дороже в общем в разных странах по-разному ну вот она дорога как вот эта дорога больше не может быть то есть и когда в google и было ты а тоже скамейки были машины вот это ехала вода хор ну все значит вы правильный день оттуда пришли до пришли мы с той стороны через речку перешли все правильно в общем нормально нам еще идти около трех камер будем шагать вперед вот поход в магазин называется 9 житуха в испанской деревне поход да ну хорошо вот таких сумасшедших приключений нету там каких-нибудь не знаю обычно все время что-то интересное происходит но сегодня все так как-то без каких-то таких спокойно пришли погуляли по городу ну как по городу прошлись по главной улице закупились увидели там два магазина выбрали этот магазин на этой стороне потому что он находится ближе к этой дороге то есть если бы другой магазин зашли бы пришлось бы обратно идти хотя можно было оттуда тогда быть то есть решили сейчас тут купить потом следующий раз может быть в том магазине купим посмотрим туда ну да пойдем как это называется место наше а то гос а то гос а то го а то го а то го а то го не знаю школу поиски ну она же должна в гулять хоть иногда я думаю там потому что на гугле было надпись такая санасилия перечеркнуть ну все там потому что мы там и шли и дорога была там помнишь где у нас а то го а то го а то го сейчас просим здесь у местного населения где у нас от того находится не знаю что это а прием без этот венгас у нас был я не знаю что это он был вот санны сидра у нас заканчивается здесь мы из него вышли получается он эти дома покидаем сан-исидро идем в сторону деревни нашей а то гостам чтобы следующий раз знала живет но не знает ну еще молодая поэтому она из своего поселка не уходит вот он о он 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 сегодня зарядочка конечно неплохая у нас это очень интересное помещение шкафчик гардеробная чулан это у нас получается типа при при этом сами сидра пригород то есть это даже не сам сидра уже дома но если судить по знаку тому тому же вышли из города название есть он то видишь ранчо панчо саман манчаса какого-то впереди она как будто бы картонная выглядит как декорации но рюкзак конкретно у меня ну да несется но надо будет сейчас передышку делать потому что чувствуется плечи конкретно вес есть я представляю как эти которые в этих лазают всяких для солнца от солнца да 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 кстати это такая вещь редко где в каких странах увидишь точно от солнца закрывает работ на больше нас вообще спортсменам не существует можно только надо знаешь какую олимпиаду специальный спорт придумать где-то не просто ходишь там с грузом ходьба на расстоянии с грузом но зато хорошо себя чувствуешь когда каждый день почти каждый день вот так вот делаешь такие конкретные расстояния хочешь не хочешь будешь там пускай не спортсменами естественно но какой-то от этого спортивный понт все-таки есть они мере чувствуешь себя нормально это он этот у нас спортсмен придет кто-то ему свистит слушай он не просто так свистит он знаешь зачем свистит мне кажется он или сели птиц вон лишь птицы с чем-то этот свист связ спортсмен ушел сторону не выдержал трассы мы же двигаемся вперед ясно что он там свистит в общем друзья пока сейчас буду делать передышку буду выключаться нам в общем надо вон туда вперед 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 идти далеко я еще включу камеру так как заряд есть покажу что будет дальше смотрите анзор тв двигаемся в голливуд солнечную калифорнию я я Продолжение следует...